110 лет назад вышел в свет первый номер легендарной газеты «Казах». В октябре этой дате посвятили целую экспозицию в областном историко-краеведческом музее. Здесь создали атмосферу той эпохи, первой половины XX века. Учащиеся школы имени Арынова подготовили театрализованное представление в памяти об участниках движения «Алаш». Знаменитую газету основали Ахмед Буйтурсенов, Маржак Эбдулатов и Алихан Бокийханов. В качестве символа они использовали изображение юрты, на дверях которой было написано «Казак». Авторы статей рассказывали о социально-политической жизни казахского народа, поднимали вопросы просвещения и внедрения в дело производства казахского языка. Однако писали авторы под псевдонимами. Современные исследователи выявили около 4000 вымышленных имен. Они сейчас в процессе идентификации. Изначально газета выпускалась в Оренбурге. За все время, то есть с 2013 по 2018 год, было выпущено 264 номера, общей сложностью 8000 тиражов. Ахмед Буйтурсенов в первом выпуске рассказал, то есть написал, для чего изначальная цель, это чтобы жители степи знали, что происходит в мире, то есть всемирные новости, всероссийские новости, а также, чтобы новости выпускались и также внутри степи. То есть жители Казахстана на тот момент могли публиковать свои статьи различные. Было там несколько тысяч газет, из них только 30 было более-менее понятно для казахов. Это близкий нам татарский язык, а именно на казахском не выпускалось. Это считается одной из самых.